Ну, городу, конечно, недостаточно, надо еще добавить, потому что очень мало, не всех. Надо, чтобы было что-то веселое и интересное для детей. Сейчас очень мало для детей. А какими они вообще должны быть? Как? Конечно, бесплатными хочется, чтобы были. Платными никто не хочет, чтобы платные были. Ну, хотя бы, чтобы было еще и заведение, чтобы привели ребенка, он поигрался с игрушками, которые там находятся внутри. Чтобы они поигрались на часик-два и ушли. Вот такое еще интересное, чтобы была программа для них такая. Вам надо было в Паргорьково зайти, там кроме шприцов ничего больше не найдешь. Паргорьково? Да, возле Истока, по Измаильска, между кафе «Ласточка» бывшим и рыбзавод. Вот там детская площадка нужна. Там сделали лавочки, сделали освещение, но оно недостаточное. Как бы мы там хотим, я с того района, нам приходится... Вы там живете, да? Да, мне приходится с того района идти куда-нибудь сюда или же просто вот пока садик у нас недоступен. Да, там нужна площадка, здесь как бы я не знаю. Достаточно ли у нас в городе их? Ну, они размещены не очень, точечно размещены, но не все жители частных домов в тех кварталах, там нет вообще площадок. Им только садик остается. Если садика нет, значит ребенок должен сидеть дома заперти и все. А какими вообще они должны быть? Ну, есть же стандарты. Как вам сказать, какими должны быть? Должна быть большая площадка, чтобы там было все, чтобы ребенок мог развиваться и прыгать, и бегать, и равновесие развивать. То есть, типа спортивного уголка. Да, достаточно. В принципе, места есть, где с ребенком погулять, допустим, и все. Можно в парке, там можно, если не ошибаюсь, за октябрем, да, детская площадка есть. В принципе, хватает. А вы где живете, в центре? Нет, недалеко от центра. А возле вас там где есть? Во дворе прям детская площадка есть. Есть даже во дворе, да? Да. Вы сами ее делали, и вам кто-то устанавливали? А нам устанавливали ее. Еще давно, как бы, ну, устанавливали. А как вы вообще считаете, как должны выглядеть детские площадки? Ну, более чисток, чтобы убирали хотя бы, начнем с этого, и все. Ухаживали, хотя бы подкрашивали иногда и прочее. А так, в принципе, все хватает. Вот в доме, там, дальше по Шевченко, есть детская площадка. Вы знаете, одну качелю сняли, другая только осталась. Детки так в очереди стоят, чтобы покататься, развлечься и так далее. Ну, я думаю, детские площадки, это как бы на летний период, да? А нам надо больше мест, где бы можно было сводить детей, игровых площадок, вот, закрытых, закрытого типа, да. Вот, это я считаю, что надо сделать. Но нужны инвестиции, потому что так на инициативе, допустим, у нас на иномной инициативе наших людей созданы эти площадки. А так, никто ничего нового не делает. Увидим, будем надеяться, что новая администрация наша в этом изменит что-то в лучшую сторону. На самом деле, я житель Победы, мне нравится, что родители организовались, сделали маленькие, как самостоятельные площадки. Это какой номер? Ну, вот возле 30-го дома мы, как родители, сделали площадочку. Потом между домами, ну, мне хотелось бы, чтобы была одна какая-то большая, на несколько домов, более полезная. Да, да, пустыри, о чем говорить. Вот так вот. А какими они должны выглядеть вообще, как вы представляете? Ну, во-первых, безопасными, потому что ставят такие, на самом деле, безалаберные постройки, железные, ржавые, острые.